Вода прибывает. В Наринмаре уровень воды за 4 часа поднялся на 7 сантиметров. Движение приостановлено. Наринмар Доримстроя приступил к демонтажу моста через Кую. Максим Малышев освобожден от должности депутата окружного собрания. Такое решение сегодня на сессии приняли его коллеги. Взять то, что плохо лежит. В Наринмаре участили случаи велосипедных краж. Время новостей на телеканале «Север». Здравствуйте. По данным на 16 часов 23 мая на реке Печора до Оксина ледоход различной интенсивности. Голова ледохода развивается в 5 километрах ниже Оксина. Ниже по реке наблюдаются подвижки льда до Большой Сопки, до осколково ледостав за крайными. По Старой Печоре в Лабожском чисто в Пылемце редкий ледоход. На реке Усе и ее притоках сохраняется ледостав. В Оксино уровень воды на отметке 483 сантиметра. За 4 часа вода прибыла на 21 сантиметр средний ледоход. Наринмаре 275 сантиметров. За 4 часа уровень воды в реке поднялся на 7 сантиметров, ледостав за крайными. Напомню, что это была ледовая обстановка по состоянию на 16 часов 23 мая. Демонтаж моста через реку Куя начался в среду с 20 часов. Как нам сообщил диспетчер Наринмар до Римстроя, техника, с помощью которой будут демонтировать мостовое сооружение, выехала к реке еще до обеда. Куйский мост, связывающий Наринмар с поселком Красное, демонтируют ежегодно на время половодия, поскольку сооружение является низководным. Как отмечают дорожники, после снятия мостового сооружения, проезд техники и передвижение пешеходов по реке запрещается. Сроки восстановления наземного сообщения зависят от прохождения ледохода. Обычно оно прекращается на месяц. За проведение работы отвечает Наринмар до Римстроя. Проприятие занимается содержанием автодороги Наринмар-Красное. Срок полномочий собрания депутатов Нинецкого округа, начиная со следующего созыва, вновь составит 5 лет. Соответствующая поправка в устав НАУ принята в среду собранием в первом и втором окончательном чтениях. Еще один законопроект, принятый парламентариями на сессии, касается порядка избрания губернатора Нинецкого округа. Согласно уставу Нинецкого округа, губернатор избирается региональным парламентом по представлению главы государства в соответствии с федеральным и региональным законодательством. Отмечу, что прямой порядок выборов руководителей субъектов применяется в 75 регионах. В остальных 10 субъектах, республиках и автономных округах главы регионов избираются местными парламентами. В автономных округах, согласно федеральному законодательству, руководители избираются по согласованию с губернатором области, в состав которой входят эти округа. Представленным законопроектом предлагается установить порядок избрания губернатора Нинецкого автономного округа депутатами окружного собрания, которое предполагается проводить открытым голосованием путем подачи голоса «за» не более чем за одного из представленных депутатов. Избранным считается кандидат, за которого проголосовало большинство от установленного числа депутатов окружного собрания. В случае, если ни один кандидат не набрал необходимого числа голосов, проводится повторное голосование по двум кандидатам, набравшим наибольшее число голосов. По итогам уже повторного голосования избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов депутатов. Максим Малышев освобожден от должности депутата окружного собрания в связи с утратой доверия. Такое решение сегодня на сессии приняли его коллеги. Сам Максим Малышев на сессии не присутствовал. Впрочем, на заседании он не является с марта прошлого года, как и не предоставляет сведения о своих доходах и имуществе. Отчитываться о своих доходах и имуществе народных избранников обязывает федеральный окружной закон. Сдавать отчеты за прошедший год необходимо до 1 апреля года следующего за отчетным. Но Максим Малышев данную норму нарушил, причем неоднократно. Впервые он не предоставил сведения в 2015 году, но тогда из-за пробелов в законодательстве наказать народного избранника было невозможно. Второй раз Максим Малышев не предоставил сведения за 2017 год. 21 мая состоялось заседание мандатной комиссии собрания депутатов округа, на котором были рассмотрены результаты проведенной проверки и предложения о досрочном прекращении полномочий депутата Малышева Максима Васильевича и освобождении его от должности в связи с утратой доверия. Голосование в соответствии с законодательством прошло в тайном порядке. Для его проведения избрали счетную комиссию и подготовили бюллетень для голосования. В нем две графы «за» и «против». Голоса распределились следующим образом. Проголосовали «за» 10 депутатов, проголосовали «против» 3 депутата. В соответствии со статьей 6.4 закона Нинецкого автономного округа 10 января 1996 года, номер 15 З, о статусе депутата окружного собрания, в результате тайного голосования принято решение освободить от должности в связи с утратой доверия и прекратить полномочия депутата собрания депутатов Нинецкого автономного округа Максима Васильевича Малышева досрочной с 23 мая 2018 года. Максим Малышев в Заксобрании Нинецкого округа был избран в сентябре 2014 года по единому многомандатному округу. Его кандидатура на депутатский пост была предложена Всероссийской политической партией «Гражданская сила». Мария Владимирова, Вадим Носкин, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». В собрании депутатов Нинецкого округа рассмотрели вопрос обеспечения населенных пунктов чистой водой. Первоочередные проблемы в этой области – отсутствие единой комплексной стратегии, изношенность инфраструктуры, крайне низкий уровень качества воды в ряде населенных пунктах. Но проблема водоснабжения постепенно решается. Так, в предыдущие годы в населенных пунктах округа смонтировано 16 блочных водоподготовительных установок. Из них 10 находятся в рабочем состоянии, 2 законсервированы, 4 требуют ремонта. В этом году «Севержилкомсервис» запустил в эксплуатацию свою водоподготовительную установку в помещении дизельной электростанции в селе Нижняя Пеша. Она спроектирована с учетом анализа воды, проводимого в населенном пункте в течение длительного времени. Сейчас предприятие начало работу по заключению договоров на поставку чистой воды с учреждениями и организациями. В ближайшие месяцы планируется запустить подобную установку в Каратайке. Это позволит обеспечить жителей поселка водой соответствующей требованиям Санпина. Между тем, необходимо завершить реконструкцию второй очереди канализационных очистных сооружений в Наринмаре. Ввод в эксплуатацию блочных локальных очистных сооружений по улице Бандарная, завершить строительство очистных сооружений в Искателей. На должность директора Центра природопользования охраны окружающей среды Неницкого округа назначен Юрий Соський. Руководство казенного учреждения сменилось в соответствии с распоряжением руководителя Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Неницкого округа. Экс-директор Центра природопользования Михаил Стаевич покинул занимаемую должность 18 мая. Новый руководитель приступил к исполнению обязанностей 22 мая. Ранее он в течение трех лет работал в аппарате администрации НАУ в должности помощника губернатора Неницкого округа. Юрий Соський окончил Калининградский юридический институт МВД России по специальности юриспруденция. Ему присвоен чин гражданской службы, государственный советник НАУ первого класса. В Неницком округе Юрий Соський работает с 1991 года. Работал на разных должностях в Наринмарской нефтегазоразведочной экспедиции, окружной полиции, прокуратуре Неницкого округа и в Неницкой нефтяной компании. Накануне исполняющий обязанности руководителя Департамента природных ресурсов, экологии и АПК НАУ Михаил Ферин представил нового директора работникам казенного учреждения. Новые зеленые насаждения появятся на улицах Неницкая, Ваучейского и Ленина. Вопрос о зеленении и благоустройстве окружной столицы обсудили в администрации города. По словам первого заместителя главы администрации Наринмара Андрея Бережного, улицы являются лицом города, поэтому необходимо провести хорошую работу по высадке зеленых насаждений, чтобы в последующие годы они радовали гостей и горожан. Согласно предварительному плану предприятия «Чистый город», новые зеленые насаждения появятся на улицах Неницкая, Ваучейского и Ленина. Также по поручению Андрея Бережного необходимо включить в план работы по озеленению участков у детского сада и дома номер 32 по улице Смедовича и у Богоевленского собора. До 1 июня «Чистому городу» поручено внести в план по озеленению Наринмара дополнительные участки, где произведут работы по высадке деревьев. Два участка будут выделены Департаменту природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Неницкого округа для высадки 200 саженцев. Всероссийский конкурс «Зеленый маршрут» стартует в Неницком округе. В рамках конкурса участники пройдут и оценят состояние экологических троп, проведут всероссийские субботники по уборке бытового и природного мусора, разработают маршруты экскурсий, сформируют предложения по популяризации экологических троп. Для участия в конкурсе необходимо сформировать команду от 7 до 15 человек, в состав которой должны войти добровольцы, краеведы или историки, инструкторы по туризму и фотографы. До 15 июня участникам необходимо выбрать экологическую тропу, описать вариант туристской программы по выбранному маршруту, внести предложения по его развитию, популяризации и улучшению инфраструктуры. Команда, прошедшая первый тур, должны будут пройти заявленный маршрут и проработать его с точки зрения логистики, инфраструктуры. Также проведет всероссийский субботник на данном этапе. Список экологических троп уже есть на официальном сайте волонтера Победы и Министерства культуры Российской Федерации. Три команды победителя будут вознаграждены поездкой в один из регионов страны. Зеленые маршруты – это туристские маршруты, включающие привлекательные места для туристов, которые обладают уникальным познавательным потенциалом в самых разных сферах истории, краеведения и природы. В нашем регионе конкурс организуют волонтеры Победы и региональный центр молодежной политики и военно-патриотического воспитания молодежи при поддержке окружного профильного департамента. Подробную информацию о конкурсе можно узнать по телефону 2-11-65. 24 и 25 мая предприниматели Ненецкого округа приглашают на обучающую программу от Русской школы управления, управления маркетингом и продажами. Мероприятие состоится в рамках недели предпринимательства в НАУ. Спикер Олег Гамазин, бизнес-тренер для руководителя, имеющий большой практический опыт в предпринимательстве и управлении, расскажет про тренды в клиентском маркетинге, концепцию маркетинг-микс для различных сфер бизнеса, 10 шагов потребительского поведения, инструменты стимулирования продаж. Для участия в мероприятии необходимо предварительно записаться, позвонив по телефону 2-30-15. Занятия начнутся с 10 часов утра в Центре тестирования кадрового развития. Обучение бесплатное. По его окончании всем участникам будут выданы персональные удостоверения о повышении квалификации. Число мест ограничено. Напомним, в этом году Ненецкий округ получил субсидию на поддержку малого и среднего бизнеса из федерального бюджета. Программа обучения организована в том числе за счет средств, выделенных в рамках госпрограммы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика». Личные подсобные хозяйства округа могут компенсировать часть расходов на покупку коров. Такая возможность появилась после утверждения порядка предоставления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на территории региона в целях возмещения части затрат на приобретение крупного рогатого скота. Соответствующее постановление администрации НАУ вступило в силу. Субсидия предоставляется в размере 80% от понесенных затрат, но не более 120 тысяч рублей за одну голову крупного рогатого скота. Воспользоваться данной поддержкой личные подсобные хозяйства смогут при покупке одной или двух коров. Для получения данного вида поддержки малым формам хозяйствования необходимо будет выполнить три условия. В похозяйственной книге муниципалитета должна быть запись, подтверждающая, что получатель субсидий ведет личное подсобное хозяйство. Корова должна быть приобретена не ранее 1 января текущего года. И третье условие – купленная корова в течение пяти лет не подлежит продаже, аренде или убою. В Федеральном агентстве по рыболовству в эти дни проходит заседание комиссии по квотам добычи водных биоресурсов, районом вылова которых является Северный рыбохозяйственный бассейн. Накануне на одном из таких совещаний были рассмотрены заявки от рыболовецких колхозов НАУ. Как сообщили в профильном департаменте, все они были приняты без замечаний. Речь идет о квотах на вылов трески, пикши, скумбрии, сельди, мойвы и окуня в море и прибрежной части. Как пояснили в профильном ведомстве, в этом году завершается действие квот, которые были предоставлены рыбакам на 10-летний период. Со следующего года квоты на вылов морской рыбы будут предоставлены на 15 лет. Заявки о закреплении доли квоты и росрыболовства принималось с 1 апреля по 10 мая. От Ненецкого округа участие в компании приняли все рыболовецкие колхозы. Следующим этапом станет расчет доли квот на вылов рыбы среди колхозов. Его итоги станут известны к концу лета. Летний сезон краж можно считать открытым. За последние несколько дней из подъездов жилых домов города похитили 4 велосипеда. Во всех случаях владельцы не позаботились об элементарной защите своего транспорта. С одним из потерпевших встретился наш коллега Владимир Рожин. Этот урок наринмарский школьник запомнит надолго. Еще вчера днем он катался с друзьями на своем велосипеде. Возвращаясь домой, подросток, как обычно, оставил свой транспорт в подъезде без присмотра. А уже вечером, выходя на улицу, обнаружил пропажу. Вчера в полседьмого меня позвали гулять. Где-то в семь часов я вышел, а велосипеда нет. Только за последние несколько дней в Наринмаре зафиксировано 4 случая кражи транспорта. Один из них уже вернули владельцу. По данным оперативников, все велосипеды были похищены из подъезда в жилых домах. Сейчас украсть велосипед очень легко. К примеру, этот стоит без каких-либо средств защиты. Мне ничего не стоит, просто взять и выкатить его из подъезда. За прошлый год в окружной столице совершено порядка 30 краш велосипедов. В большинстве случаев личности злоумышленников установлены. Среди нарушителей в основном несовершеннолетние. Хочется обратиться к родителям, чтобы провели профилактические беседы с своими детьми. И рассказали им о том, что об ответственности за хищение чужого имущества. Что если велосипед чужой лежит без присмотра возле подъезда, либо в подъезде, брать его нельзя ни в коем случае. За это предусмотрена уголовная ответственность. А вот Алексей Литков уверен, его велосипед так просто никто не украдет. Во-первых, личный двухколесный транспорт молодой человек держит не в подъезде, а на балконе своей квартиры. Во-вторых, даже если и приходится оставить велосипед на улице без присмотра, он использует элементарные противоогонные средства. Замок использую на гибкой сцепке. Вот он с ключом, который в одном экземпляре ухранится у меня. Я отстегнул, прицепил раму к раму, например, к забору. И, соответственно, уже велосипед. Например, колеса можно унести, конечно, но рама останется на месте. Однако, как показывает практика, таких ответственных владельцев на Ринмаре единицы. И пока люди сами не задумаются о сохранности своего имущества, статистика краж будет только увеличиваться. Региональный парламент и общественная молодежная палата при собрании депутатов НАУ объявляют о начале конкурса детских рисунков «Оленей край». Он приурочен к году оленеводства и направлен на воспитание любви к родному краю, интереса к ненецкой культуре, традициям и обычаям Крайнего Севера. К участию в конкурсе допускаются дети в возрасте от 7 до 14 лет, проживающие на территории округа. На творческий конкурс принимаются живописные графические работы, выполненные индивидуально. Художественная техника и исполнение, в которой воплощается рисунок, предлагается на выбор участников конкурса. Рисунок может быть выполнен акварелью, гуашью, карандашом, тушью, пером, постелью или мелками. Оценивать работы будут в пяти номинациях. 2018 год – год оленеводства в НАУ, красота оленей и красота мира, будни тундры, день оленя, олено-транспортные батальоны в годы Великой Отечественной войны. Конкурсные работы принимаются с 21 мая по 21 июня по адресу город Наридмар, улица Смедовича, дом 20, кабинет 60. Также сканированные работы можно направить на электронную почту пресс-собака-сднау.ру с пометкой «Творческий конкурс». Такова информационная картина этого дня. Новости можно увидеть на нашем сайте www.trksever.ru. Далее смотрите прогноз погоды.